Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева Черкесия» в студии Дарья Тендит. Глава Карачаева Черкесии Рашид Тимреза вместе с председателем парламента республики, руководителем регионального отделения партии «Единая Россия» Александром Ивановым, побывал на открытии штаба общественной поддержки Карачаева Черкесской Республики, созданного на платформе партии «Единая Россия». Штаб станет объединяющей площадкой для представителей общественных организаций региона и всех неравнодушных граждан, готовых направить свои силы и знания на развитие родной республики и улучшение жизни земляков. Очередную партию гуманитарного груза участникам СВО отправили из Карачаева Черкесии. Все 9 тонн гуманитарного груза гружены КАМАЗ-питьевой минеральной водой. Груз поддержки нашим военнослужащим будет направлен из Черкеска в Южный военный округ. Он сформирован при поддержке сенатора России Крыма Казанокова в рамках работы Единого штаба по оказанию помощи военнослужащим и их семьям, созданного по поручению главы республики Рашиды Тимрезова, говорят организаторы отправки. Данный груз сформирован по просьбе Южного военного округа. Они обратились в наш военный комиссаря. В свою очередь, военный комиссарь обратился к нам. И наш сенатор с удовольствием откликнулся на эту просьбу. И сегодня мы, как видите, отправляем воду в Южный военный округ. Данный груз очередной. Эта работа ведется в рамках работы оперативного штаба по поручению главы нашей республики Рашиды Тимрезова при поддержке партии, правительства, депутатского корпуса, вообще неравнодушных граждан, предпринимателей. Мы уже отправили более 800 тонн груза и в зону проведения специальной военной операции, и на помощь нашим новым регионам, и также военных госпиталям, которые сегодня занимаются лечением наших военнослужащих. Социальный фонд проактивно назначает выплаты ветеранам специальной военной операции. В прошлом году социальный фонд начал беззаявительно оформлять ежемесячные денежные выплаты ветеранам специальной военной операции. Выплату фонд назначает после присвоения статуса ветерана боевых действий. И заявительный формат позволяет быстрее устанавливать выплаты и меры социальной поддержки. Предоставлять этот процесс максимально просто и удобно. В этом году фонд также проактивно начал оформлять демобилизованным участникам СВО электронные сертификаты на технические средства реабилитации. Благодаря этому граждане с военными травмами смогут в более короткие сроки получить нужные протезы и другие изделия. В числе других мер поддержки, которые социальный фонд оказывает участникам спецопераций, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячная денежная компенсация. Обе выплаты фонд назначает гражданам с инвалидностью в случае военной травмы. Военнослужащим-добровольцам, которые получили статус инвалида, соцфонд выплачивает государственную пенсию по инвалидности. Особое внимание социальный фонд уделяет семьям защитников Родины. Женам военнослужащих, например, отделение фонда в упрощенном порядке оформлят единое пособие, в том числе и на детей до 17 лет. Размер материнского капитала увеличен на 7,4%. Об этом сообщили в социальном фонде России по Карачаево-Черкесии. Какое количество семей уже воспользовалось средствами материнского капитала и самые популярные направления расходования полученных денег, расскажет Альбина Ламкова. Материнский капитал – один из ключевых инструментов национального проекта «Демография». Помощь на каждом этапе от рождения ребенка до его совершеннолетия от государственных мер поддержки семьи с детьми важна. Каждый год размер семейного капитала повышается на величину инфляции. С 1 февраля размер материнского капитала в нашей республике вырос на 7,4%. Чем больше неиспользованная сумма, тем выше будет прибавка после перерасчета. Соответственно, максимальное повышение получат семьи, которые пока ни разу не распоряжались сертификатом. В итоге размер материнского капитала на первого ребенка вырос до 630 тысяч рублей. На второго составляет 833 тысячи. Если семья уже получила материнский капитал за первого, то на второго ребенка сумма увеличилась тоже и составила 202 тысячи рублей. Об этом рассказал управляющий отделением социального фонда России по Карачаево-Черкесии Аслан Озов. Если вы не понимаете, то сертификат уже получили в Карачаево-Черкесской республике более 45 тысяч семей. По 2023 году в Карачаево-Черкесии получили сертификат 1759 семей. Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, образование детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. Программа позволяет выбрать один из вариантов или распределить деньги по нескольким направлениям. Самые популярные направления, куда используется данный сертификат материнского капитала, это улучшение жилищных условий, обучение детей и ежемесячные выплаты. В ходе интервью было отмечено и то, что размер материнского капитала и других выплат проиндексируют в беззаявительном порядке. Чтобы узнать, какая сумма из этих средств осталась на счете, можно воспользоваться сервисом социального фонда на портале госуслуг. Если есть еще вопросы, можно обратиться и к специалистам социального фонда республики в рабочие дни с 8.00 до 17.00 по телефону горячей линии. Альбина Ламкова, Ринат Муков, Вести Корчаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после продолжим выпуск. Субтитры создавал DimaTorzok А сейчас время нашей постоянной рубрики в гостях у Росгвардии. Тема встречи, итоги деятельности работы группы по военной политической работе за 2023 год, также проводимые разгвардейцами мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Об этом подробнее расскажет заместитель начальника территориального управления Росгвардии по военно-патриотической работе полковник Виталий Повелица. Добрый день, Виталий Александрович. Сегодня наша встреча проходит в рамках ведомственной телерубрики в эфире Росгвардия. И хочется вам задать первый вопрос. Расскажите нашим телезрителям о задачах, стоящих перед вашим подразделением. Значит, 21 декабря 2023 года в управлении Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике были подведены итоги служебной боевой деятельности под руководством первого заместителя командующего Северо-Кавказским округом генерал-майора Чернай Олега Анатольевича. Были подведены итоги служебной боевой деятельности, итоги боевой подготовки, итоги управленческой деятельности, итоги военно-политической работы, кадрового обеспечения. Ну и в целом были поставлены, указаны на недостатки, которые у нас имелись. Ну и, соответственно, были поставлены задачи на 2024 год. Также выступил офицер штаба, довел обстановку на территории Карачаево-Черкесской республики. Соответственно, с этого были сделаны выводы, какой направленной деятельности на следующий в будущем году и какие задачи выполнять. Все эти вопросы были рассмотрены, уточнены и были поставлены конкретные задачи. Я являюсь заместителем начальника управления Росгвардии по военно-политической работе по управлению Росгвардии по Карачаево-Черкесской республике. Задачи моего подразделения, моей группы, это, ну, одна из главных задач, это агитационно-пропагандистская работа. Там, где мы занимаемся своими подчиненными, занимаемся доведением до них задач, которые стоят перед нами, которые необходимо выполнить. Историю наших войск, историю Российской Федерации. На примерах мужества и геройских подвигов военнослужащих Росгвардии, войск НКВД, внутренней стражи. Соответственно, мы это все доводим до личного состава, дабы они знали свою историю, знали историю нашей структуры Росгвардии и, соответственно, могли, скажем так, понимать, где они служат, какие задачи перед ними стоят, как шла наша государственность к этим задачам. И, соответственно, я больше чем уверен, что при проведении такой работы, агитационно-пропагандистской, наш сотрудник, военнослужащий, всегда будет готов выполнить любые поставленные задачи в любых районах Российской Федерации и даже за ее пределами. Также у нас немаловажно, это, конечно, одно из направлений, это состояние воинской дисциплины и правопорядка. Работу проводим с лечим составом, предупреждаем, как бы каждый сотрудник и военнослужащий знает, что мы являемся войсками правопорядка. И в Российской Федерации, на территории Карачао-Черкесской Республики, мы всегда должны показывать, быть примером для граждан России, что необходимо жить в порядке в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Какие задачи стоят в 2024 году перед Вашим подразделением? Значит, в нашем управлении в 2023 году большое уделялось внимание это профессиональной и боевой подготовке личного состава военнослужащих сотрудников. Я скажу, что все сотрудники повернулись лицом к боевой подготовке, все понимают, что сегодняшние задачи, которые стоят перед нами, они являются успехом значительным в наших подразделениях. Это в должностной профессиональной подготовке личного состава. Я хочу сказать, что у нас в управлении 75% военнослужащих сотрудников имеют классную квалификацию. Классную квалификацию. Мастеров у нас 17 человек. Первый класс у нас имеет 48 человек. Второй класс 316 человек. И третий класс 323 человека. Личный состав заинтересован в подъеме своего профессионализма и занимается как в системе боевой подготовки, так и лично. Также у нас в этом году личный состав принимал участие в спортивных соревнованиях общества «Динамо». И я скажу, что результаты были неплохими. Председатель общества «Динамо» Карачао-Черкесской республики нам вручил кубок нашему начальнику физподготовки. Кубок за первое место. За то, что мы активно участвовали в этом году среди силовых структур и принесли большие победы. 22 февраля 2023 года первенство Карачао-Черкесской республики Совета «Динамо» среди силовых структур по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Наша команда заняла первое место. Также мы первенство было среди силовых структур по перетягиванию каната. Первое место заняли. Первенство по мини-футболу. То же самое. Заняли первое место. Ну и я скажу, что личный состав за физическую готовность, подготовку радеет и занимается, дабы быть сильными, подготовленными и не уступать врагам никаких побед. Я не хочу сказать враги из силовых структур, а врагам на периферии. Спасибо, Виталий Александрович, за интересную беседу. Всем сотрудникам и военнослужащим желаю крепкого здоровья, мира и добра. На этом субботний выпуск «Вести» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова